Городской медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием и специалистами всех направлений, появился в Якутске пару лет назад. Он объединил 4-ю, 5-ю и Житайскую больницы. Но несмотря на очевидные плюсы нового медцентра, его деятельность оценивается не всеми однозначно. Пациенты жалуются на очереди и дальние поездки в медучреждения. Сами медики видят преимущество в реформе. Активнее закупается оборудование, которого раньше не хватало. О плюсах и минусах новшеств столичного здравоохранения Туяра Филиппова. 78-летний пенсионер Виктор Богомолов после операции на глаза вынужден добираться в поликлинику, который теперь прикреплен на автобусе. А год назад поликлиника была рядом с домом. Забираться очень тяжело туда, очень трудно попасть. Хотя и недалеко вроде бы кажется, а очень трудно попасть. Так что желательно, конечно, бы в 202 поликлинику оставить. Закрытая сейчас на реконструкцию 4-я поликлиника обслуживала 202 микрорайон столицы и частично жителей близлежащих улиц. Сейчас активно застраивается 203 микрорайон. Планы же по открытию здесь детского центра повесли в воздухе. И это тоже беспокоит жителей микрорайона. Они написали обращение в Минздрав Республики. Мы обеспокоены тем, что все-таки работы ведутся в каком-то другом направлении. Мы с этим не согласны. Медицинский центр города Якутска после объединения трех поликлиник существенно обновил материальную базу. Здесь можно пройти консультацию узких специалистов и обследование на аппаратах, о которых раньше врачи только мечтали. Благодаря объединению приобретено высокотехнологичное оборудование, как КТ, МРТ. Улучшилось, расширилось объем и оборудование клиника диагностической лаборатории, отделение лучевой диагностики, открытое новое вспомогательное восстановительное отделение. За счет сокращения управленцев увеличилось и количество участковых врачей. Теперь они работают в две смены. Преимущество налицо. Качество диагностики и лечения повысились. Но очереди, особенно в детском отделении, никуда не исчезли. По многоканальному телефону записаться на прием с первого раза удается лишь удачливым. Пациенты считают, что слишком поспешно решено изменить устоявшуюся систему, к которой привыкли многие. А в погоне за выполнением распоряжения сверху порой не учитываются и климатические особенности. Никто не спрашивает, никаких вопросов не задает, удобно ли нам, надо ли нам, не надо ли нам. Сами решают вопрос свыше. Для объективности добавим, что Минздравам окончательное решение по открытию 4-й поликлиники детского центра официально не принято. И, возможно, мнение общественности будет все же учтено. Дмитрий Сергучев, Василий Соловьев, Туяра Филипова, НВК Саха, Якутск.